На часах 13.06 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлиева. В гостях у меня сегодня исполняющая обязанность директора ВИАДГУ Валентин Пугач. Валентин Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Слушатели, вы можете успеть задать вопросы на сайте хакирова.ру либо отправить смс на номер 8909 720 101.0. А мы начнем с того, что накануне было подписано соглашение о формировании губернаторского кадрового резерва Игорь Васильев, автор губернатора, встречался с советом ректоров ВУЗа в Кировской области. Чуть-чуть подробнее о мероприятии, какие важные решения были приняты касательно именно опорного ВУЗа, то есть как теперь будет выстраиваться работа? Смотрите, если вы, кто внимательно следит за выступлениями губернатора, публичными, исполняющего обязанности губернатора Игоря Васильева, обратили, наверное, внимание, что он буквально с первых дней своей работы в Кирове обозначил планы по серьезной кадровой такой реформе, речь шла и о членах правительства, должностных лицах областного правительства, так и различные областные и муниципальные предприятия, унитарные предприятия, учреждения и так далее. Ну понятно, что и в обществе, и со стороны руководства страны есть определенные ожидания по поводу того, что должны быть кадровые изменения, и они должны затронуть широкий спектр чиновников, которые работают у нас во власти. Соответственно, Игорь Владимирович человек не местный, он людей в таком количестве не знает, ему сложно принимать много кадровых решений, не отталкиваясь на какие-то объективные данные. Соответственно, и он многократно обращался и в Совете ректоров, и при встречах с предприятиями, общественными организациями, что он готов слушать предложения, ему необходимо и желательно предлагать различные кандидатуры. А есть что предложить вообще? Кого предложить? Всегда есть люди, всегда есть люди, просто их нужно найти, их нужно проверить, их нужно протестировать, определить их профессиональные качества, насколько они хорошо знают свою основную профильную профессию, вот насколько обладают профессиональными нафигами по конкретной тематике, ну, например, ЖКХ, строительство и так далее. С другой стороны, мы знаем прекрасно, что к руководителям различного уровня, от среднего, тем более и выше, предъявляется кроме профессиональных требований еще масса личностных, коммуникативных способностей к вести диалогу, вести публичные дискуссии, работать с документами. Это специфические навыки, которые не все даются во время учебы в ВУЗе, они приобретаются со временем, с возрастом, накапливаются жизненным и профессиональным опытом, но эти качества необходимо проверять, описывать, фиксировать. В случае идеальных людей не бывает, руководители, очень часто бывает, что человек обладает целым букетом каких-то одних положительных качеств, но какие-то качества у него западают. Ну, профессионалы, хедкантеры или кадровики, они знают прекрасно, что в этом случае необходимо четко понимать сильные и слабые стороны любого человека и помочь ему, если он адекватность проявляет и желает развиваться, эти качества у себя дополнительной компетенции повышать и улучшать. Соответственно, для того, чтобы помочь это сделать, есть целый спектр различных способов, семинары, тренинги, обучения, дополнительно профессиональное образование и так далее. Кто-то это делает методом самообучения, читая книги, кто-то систематически проводит различные формы повышения квалификации. Соответственно, услышав этот запрос и потребность со стороны губернатора и его формирующейся новой команды, мы у себя в университете подготовили целый ряд предложений на эту тему. Мы понимаем прекрасно, что опорный университет, который обладает самым широким спектром различных знаний и компетенций во всех отраслях, экономика, промышленность, гуманитарная сфера, социальная политика, мы понимаем, что мы обладаем способностью для того, чтобы вот эту работу по подготовке к кандидату, ведь надо же сразу понимать, что есть законная госслужба, несколько других нормативных документов, где прописаны конкурсные процедуры, которые нужно пройти, чтобы быть назначенным на ту и иную должность. Я в свое время, чтобы быть назначенным на должность главного федерального инфектора, я тоже прошел целый ряд таких конкурсных процедур. Но чтобы этот конкурс организовать, необходим большой поток качественных кандидатов, людей, которые могут претендовать на какие-то должности, чтобы было из кого выбирать. Не из одного, из двух, а из 20-30 или больше. Ну то есть сейчас опорный вуз. Вы будете лучше присматриваться к своим студентам, к своим выпускникам, чтобы кого-то конкретно предложить? Или вы сейчас уже такие, ага, то есть вот у нас есть какие-то конкретные ребята, которых мы можем вот этот кадровый резерв предложить, протолкнуть? Первоначально идея была такая, но пообщавшись с Юрием Владимировичем, я понял, что нужно зайти несколько шире. И безусловно, мы должны предлагать для работы в органах власти и местного самоуправления, во-первых, наших очень лучших выпускников, отличников, активистов, людей, способных к проектной работе и так далее. С другой стороны, так как мы ведем и системно ведем базу данных выпускников, и мы знаем, кто где работает из выпускников прошлых лет, и три, и четыре, и более лет назад мы их отслеживаем. Соответственно, плюс у нас есть база данных магистрантов, есть база данных выпускников президентской программы. Я напомню, что президентская программа – это годичная, очень сильная управленческая программа, которая реализуется в нашей области уже много лет. Университет является главным координатором и организатором этой программы. И, соответственно, через нее проходят выпускники всех вузов нашей области прошлых лет, у которых удачно складывается карьера в бизнесе. И, соответственно, через два, три, пять лет после окончания вуза, если у человека все хорошо получается с профессиональной карьерой, и он изъявляет желание и мотивацию дальше развиваться, он заявляется на обучение по президентской программе, проходит стажировку за рубежом, либо в лучших российских компаниях мы это тоже организуем. После этого у него резко повышается уровень компетенции. И вот среди выпускников президентской программы, у нас даже есть ассоциация в области выпускников президентской программы, они неплохо между собой взаимодействуют, не теряют друг друга из поля видения. Мы, опять же, на основании своего понимания, кто наилучшим образом ее освоил, можем смотреть и для себя определять. Кроме этого, есть очень хорошие сотрудники в существующих крупных предприятиях и организациях. То есть тоже выпускники? Не обязательно выпускники. Как правило, если это говорить о предприятиях, то в большинстве, в 90% случаев, это наши выпускники. Соответственно, их знают их деканы, их знают их преподаватели, и, соответственно, мы можем очень быстро наладить с ними контакт, организовать. Таким образом, у нас появляется точка сбора. На сайте университета мы сейчас готовим раздел, страничку, куда можно будет всем желающим войти, оставить свою анкету, зарегистрироваться, после чего мы их будем приглашать и проводить различные кадровые тестирования, другие манипуляции, связанные с тем, чтобы оценить этого кандидата, чтобы потом составить его правильную анкету, правильную схему его компетенции, знаний, умений, после чего мы можем его рекомендовать. То есть можно сказать, что опорный выл в ВУЗ будет таким неким фильтром по пути? Неким и фильтром, и пылесосом, и сборщиком всех желающих, кто хотел бы оказаться в кадровом резерве, кто хотел бы попасть в поле зрения руководителей различного уровня областных на предмет, чтобы их кандидатура была рассмотрена в качестве назначения. Валентин Николаевич, прервемся на небольшую паузу и продолжим буквально через 30 секунд. Особое мнение в эфире мы продолжаем. Дарья Тепузлиева, мой сегодняшний гость, исполняющий обязанность директора ВИАДГУ Валентин Пугач. Начали уже говорить о реагогубернаторе Игоре Васильеве. Насколько вообще он готов к сотрудничеству с ВУЗом, потому что ходили некие слухи, что в связи со всеми перестановками в правительстве, со сменой главы региона, возможно, под угрозой окажется та же самая реализация программы развития опорного ВУЗа. Есть ли какие-то основания вообще под этим услугом? Я думаю, что никаких оснований нет. Я, честно говоря, не слышал таких слухов. Хочу сказать, что буквально с первых недель работы Игоря Владимировича, во-первых, встреча с советом ректора, на который он пришел и рассказал о себе, о своих планах, принципах работы, и с нами очень хорошо пообщался, получил обратную связь. После этого он с отдельным визитом ознакомился с работой университета, пришел к нам и внимательно пообщался и с руководством университета, директорами, деканами факультетов. Соответственно, у нас очень хороший контакт. Я, наоборот, очень рад, что буквально с самого начала работы у нас складываются хорошие конструктивные отношения с бюджетом. Если немного вернуться к кадрам, не так давно исполняющий обязанности министра образования Александр Измайлов говорил о том, что по-прежнему у нас в регионе остается нехватка учителей, приводил в пример учителей начальных классов, связал это с тем, что демографическая ситуация улучшается, то есть количество первых классов постоянно растет, соответственно, дефицит этих кадров и выходит. Вот сейчас как-то будут налаживать эту систему, даже не столько подготовки этих кадров, а столько с тем, чтобы люди оставались в профессии, грубо говоря, выпускались и не шли куда-то там зарабатывать деньги, а действительно шли в школы работать, и чтобы эти люди оставались в регионе. Очень большую сложную проблему вы затронули. Я вообще предлагаю отдельно встретиться на эту тему, поговорить. Если кратко сейчас в рамках нашего общего разговора, хочу сказать следующее, что проблема кадрового обеспечения учительскими кадрами школ нашей области, она очень остро стоит. И так как Объединенный университет теперь отвечает... Теперь это Ваша проблема? Да, это наша проблема. Мы очень серьезно собираемся и уже сейчас ею занимаемся. Во-первых, мы вошли в перечень регионов, как опорный университет. И, соответственно, наша область, у которой есть опорный университет, она вошла в перечень регионов, где новые подходы к качественной подготовке учителей, предметников школы будут реализовываться в приоритетном таком особым режиме. А что за новые подходы? Новые подходы заключаются в следующем, что необходимо очень внимательно посмотреть, как до этого складывалась подготовка учительского состава как с точки зрения количества, так и с точки зрения качества. В настоящий момент мы... Я первое выступление на августовском педсовете областном сделал на эту тему. Мы делаем очень глубокий анализ вообще, что у нас есть. И, насколько я знаю, еще такой системной работы по обобщению... Мы хотим посмотреть каждую школу, все школы Кировской области, каждую школу на предмет, какие педагогические кадры по каждому предмету там есть. Притом с точки зрения квалификации, так и с точки зрения возраста. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть жизненный цикл работы учителя, есть молодой учитель, который только получил диплом и только начинает работать в школе. Есть опытный, ну, такой уже педагог, который в расцвете сил находится, в районе 40-50 лет. И есть учителя, которые там либо находятся в предпенсионном, либо в пенсионном возрасте. Соответственно, если мы четко будем понимать вот это количество по каждому предмету, притом эти данные вообще от школи к району, в целом по области, мы будем понимать и построим некую математическую модель информационную, из которой будет строго понятно, сколько каких учителей уйдет на пенсию и какие потребности по каждому предмету в целом по области будут, например, в 2021 году или в 2025 году. То есть можно говорить, что будут внесены какие-то корректировки непосредственно, например, в набор, да? То есть, скажем, будут меньше таких. Совершенно верно. И мы каждый год можем, имея перед глазами вот не просто цифру, сколько, что надо, 400 или 500 учителей в целом, мы будем четко понимать, по какому предмету, в каком году у нас будут пики наибольшей потребности по тому или иному предмету. И в зависимости от этого мы за 5-6 лет до вот этого пика потребности мы должны корректировать общие цифры приема на ПЕЦ-специальности для того, чтобы вот эти пики сглаживать, для того, чтобы их максимально компенсировать. Это большая аналитическая, долгосрочная работа. Мы ей уже сейчас занимаемся. Мы создали специальную информационную систему, где школы в настоящий момент заполняют эти данные. И мы, ну, после того, как мы будем четко понимать количество картин, параллельно с этим мы сейчас у себя формируем Совет по педагогическому образованию, куда вошли директора школ, лучшие, наиболее инновационно успешные преподаватели по тем иным предметам. И с ними мы будем обсуждать конкретно содержательные изменения, которые необходимо сделать в подготовку будущих учителей для того, чтобы они наилучшим образом соответствовали тем требованиям, которые жизнь и профессия будут к ним пределить. Я много на эту тему могу говорить, Ну, вот, предупредили Вы мой следующий вопрос по поводу вот этого Совета. То есть, что это будет за орган и чем еще он будет заниматься. То есть, я так понимаю, что это будет уже какое-то тесное сотрудничество именно школ и опорного вуза. Да. Должен быть абсолютно такой рабочий диалог, из которого мы четко будем понимать, какие изменения необходимо внести в текущую, существующую или перспективную подготовку учителей-предметиков. Чего им не хватает, каких навыков, каких знаний, как повысить практическую подготовку наших учителей, как помочь выпускникам ПЕТ-направлений наилучшим образом войти в профессию. Ну, грубо говоря, там, если там утрированно говоря, каждый выпускник с дипломом-учитель должен иметь на руках у себя вместе с дипломом целый пакет различных документов, конспекты будущих уроков. Кроме того, там, нашим планом запланировано закрепить за каждым выпускником персонального тьютера-консультанта из сотрудников университета, которые бы в первые три года оказывали практическую и теоретическую различную консультационную помощь, чтобы, если там что-то непонятное, возникают какие-то сомнения, вопросы, проблемы, он мог там к нему обратиться и получить исчерпывающую консультацию. Мы будем отслеживать судьбу каждого учителя. Это один из инструментов, как их закрепить в своей профессии, чтобы они именно шли работать в школу, а не в другие места, как часто иногда это происходило раньше. То есть, условно говоря, я заканчиваю вуз, иду работать в школу, и если у меня возникают какие-то вопросы там по методике преподавания, по педагогике, я всегда могу совершенно бесплатно обратиться, мне помогут. Да, именно так. Это один из способов именно поддержать молодых учителей. Хотя он точно не единственный. Мы прекрасно знаем, что социальная защита, уровень зарплат и другие материальные вещи тоже играют очень большую роль. Но это уже, увы, не на ваших плечах. Это уже, к сожалению, не все зависит от нас, но это предмет такой системной, кропотливой работы уже с правительством области, с областным министерством образования. Такой момент. То есть с учителями школ более-менее понятно, а касательно педагогического состава именно самого вуза. То есть я, конечно, не знаю, как сейчас обстоит ситуация, но когда я заканчивала педагогическую специальность, при всем уважении к профессорскому, конечно, составу, методику и педагогику нам преподавали люди, которые учили друг друга годами, то есть это были ученики. Десятилетия назад. Да, то есть это были целые поколения. И, ну, откровенно говоря, сейчас, когда я смотрю на не сложившихся моих коллег, то есть тех, кто пошел все-таки в профессию, и то, какие методики используют они, я понимаю, что то, чему учили нас, ну, откровенно говоря, устарело четверть века еще назад. Ну, я тоже получаю такую информацию, и мы сейчас ее будем внимательны. Ну, хочу сказать, что, ну, во-первых, изменения произошли на уровне руководства факультета, института педагогики и заведующих кафедр. Происходит изменение пока что сверху. Новая команда пришла, притом из, сразу хочу сказать, это не политеховцы пришли, новая команда пришла из своего же коллектива, бывшего гуманитарного университета. Ну, просто мы сделали ставку на молодых. Ну, при этом, это не полная зачистка. Кто-то, кто успешно, там, пользуется большим уважением и авторитетом, например, там, Ксения Станиславовна Лисарева, она, там, работала деканом факультета, она и сейчас работает, и будет, я надеюсь, и дальше работать. Кто-то пришел, молодые, и задача стоит, вот, при помощи совета по педобразованию, при помощи участия в этом эксперименте по модернизации педобразования, который реализуется в стране, изучить лучшие практики в стране и в мире, посмотреть внимательно, объективно, как реализовывались программы до этого, что было хорошо, что уже, наверное, необходимо менять. Ну, здесь я хотел бы проявить осторожность, не рубить с плеча, и нужно очень вдумчиво подходить, чтобы, ну, не сделать хуже, чтобы не наломать дырок. Безусловно, какие-то изменения будут происходить, но мы это будем делать, ну, потихонечку, это предмет, такой тонкой настройки, где, вот сейчас вот у нас мы объединились, количественные все, такие, там, организационные мероприятия мы завершили, а теперь будем спокойно в этом году, это первый наш совместный учебный год мы начали, первый набор, первое совместное, там, сентября, ну, когда мы начали учебный год. И сейчас потихонечку будем внимательно эту ситуацию изучать и смотреть, какие изменения необходимо поэтапно внедрять, чтобы они были на пользу дела. Ну, о первом, первом сентября мы поговорим после рекламной паузы, сейчас прервемся. Для тех, кто только подключился, напоминаю, в эфире особое мнение Дарьи Топузлиева, в гостях у меня сегодня исполняющая обязанность директора ВИАДГУ, опорного нашего вуза, Валентин Пугач. Начали уже говорить о том, что вот первое, первое сентября для объединенных университетов прошло, какую работу уже успели провести по подготовке, материально-техническая база, какие-то кадровые перестановки, что вообще происходило? Давно у вас не было у нас в гостях, поэтому... Сейчас вот вы меня спрашиваете, я вспоминаю... С какого начальника? Лето было, конечно, какое-то бесконечно долгое в силу того, что очень много действительно событий происходило, что в последних числах марта мы там стали одним юридическим лицом, мы доучили студентов дололетних каникул в обоих университетах, и после этого студенты пошли на каникулы, многие преподаватели пошли на каникулы, а заведующие кафедрами, деканы факультетов и, собственно, ректорат, администрация, они очень напряженно работают. Работа заключалась, конечно, в очень многих... Во-первых, перевод штатного расписания, это очень большая кадровая работа, переоформление трудовых договоров, это закрепление дисциплин, перезакрепление, создание единой информационной базы учителей, студентов, личные дела. В организационном плане факультеты и кафедры, особенно те, которые дублировались либо пересекались по тематике своей деятельности, они просто банально переезжали в одно место. А сколько так вот единиц всего структурных, грубо говоря, было, скажем, там уменьшилось ли количество факультетов, когда объединили все эти кафедры? Укрупнились ряд факультетов, укрупнились ряд кафедр, я сейчас, у меня под рукой нету цифры, но значительное количество, ну там экономисты, юристы, целый спектр гуманитарных направлений, социологи, культурологи и так далее. Соответственно, вот эти все укрупненные факультеты, которые мы сгруппировали в институты, мы определили путем такого компромиссного обсуждения, где лучше, у кого лучше состояние, где приборы, оборудование сконцентрированы. Соответственно, какие-то факультеты, кафедры политеховские поехали на площади, которые занимали традиционный гуманитарный университет. Какие-то химики, биологи, они переехали, наоборот, сюда, в первый корпус, в четвертый корпус, да. Соответственно, вот эти переезды мебели, оборудования, компьютеров, нужно было создать, ну понятно, что коммуникационные сети, проложить интернет, где это необходимо. Где-то мебель необходимо было просто менять, потому что она уже старая. Где-то она была... Какие-то были проведены? Конечно, 140 за это лето, 140 аудиторий, кабинетов и помещений было отремонтировано. Не все, которые нам бы хотелось, но вот что успели сделать до начала учебного года, очень большой объем работы был произведен. И работа не завершилась. Ага, опасения высказывали по поводу педагогических кадров. Говорили вы уже и до этого, что там не будет никаких сокращений, удалось этого избежать? В сухом остатке все студенты, которые учились и в гуманитарном, и в ВИАДГУ, в университете, они учатся по своим специальностям, по своим направлениям, и с ними работают педагоги, учителя, доценты, профессора, которые работали в двух университетах. Никого мы не сократили из педагогического состава. Было несколько сокращений в определенном количестве со стороны административного аппарата. А административный аппарат сильно пришел в средство? Два административных аппарата, они соединились. Понятно, что они не должны быть механически слиться. Соответственно, часть сотрудников из юридического отдела, бухгалтерии, отдела кадров, они высвободились. Но, как правило, мы обошлись без сокращения кадров. Просто часть людей, которые находились уже в пенсионном возрасте, они просто сами изъявили желание, что они уйдут. Они получили все причитающиеся по Трудовому кодексу выплаты, компенсации. И, соответственно, вопрос решился. Я даже сказал бы, легче, чем я думал, что могут быть какие-то там обиды, какие-то сложности, конфликты. Все удалось медленно решить. Финансовые аспекты, те деньги, о которых речь шла, поправьте, 100-150 миллионов, они уже получены? Вот это все на эти деньги выносили? Смотрите, за счет оптимизации управленческого аппарата двух университетов мы уже получили экономию в определенную средство. Сейчас мы считаем, сколько у нас там по году получается экономии и в следующие годы. Во-вторых, мы получили, к сожалению, из-за смены министра образования в России и изменений, которые сейчас происходят на уровне Министерства образования, мы деньги дополнительные получили в сумме 150 миллионов рублей только в первых числах сентября. Но, в любом случае, мы их очень ждали, мы на них очень рассчитывали. Сейчас активно готовим техническую документацию и выставляем на аукционы различные лоты по закупке самого необходимого. Это, прежде всего, большое количество компьютеров, мультимедиа, проекторов, различного сетевого оборудования, целый ряд научных приборов, лабораторного оборудования, которое очень сильно необходимо объединившимся факультетам и кафедрам. По плану все это мы сделаем и списки составили еще в начале лета. Оставшиеся средства будут распределены между факультетами и институтом на конкурсной основе для поддержки тех проектов и интересных начинаний, которые они запланировали, прописали в своих программах. И мы несколько недель назад завершили комиссионное рассмотрение этих интересных проектов и в зависимости от масштабности и перспективности этих проектов они получат различные суммы. А на понимание что это за проекты, например, какие-то разработки студентов, разработки преподавателей или что это вообще? Какой-нибудь пример, возможно, что это было? Ну, например, для каждого факультета, для каждого института, их у нас сейчас 9, у каждого есть у кого-то 2-3, у кого-то чуть ли не десятки этих проектов, предложений по активизации научной деятельности, по активизации, по повышению качества образования, по открытию новых программ. Что такое открыть новую образовательную программу? Это значит, в соответствии с лицензионными требованиями для этой программы, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, необходимо обеспечить материальную базу, приборы, оборудование, компьютеры, мультимедийные доски, различные лабораторные оборудования, если там речь идет об инженерных направлениях подготовки, это все необходимо где-то поставить, нужно подготовить помещение, сделать ремонт, провести туда все необходимые коммуникации, установить это оборудование, отучить инженеров, лаборантов, или повысить квалификацию преподавателей, отправить на какие-то курсы, для того, чтобы только после этого университет, или конкретная кафедра, будет готова объявить набор со следующего года на новую программу, либо на новый профиль этой программы. Очень непростая работа, которая требует больших материальных, организационных, кадровых усилий. Нужно найти соответствующих преподавателей, не всегда они есть в наличии, необходимы. Соответственно, опять же, работа связана либо кого-то из наших доподготовить, либо выдернуть кого-то из действующего бизнеса, какого-нибудь предприятия, организации. Опять же, возникают вопросы, связанные, есть у него ученая степень научные звания или нет, по формальным требованиям соответствуют, не соответствуют. Необходимо какую-то помощь оказать для того, чтобы... Бывает очень хороший специалист, он не остепененный, соответственно, он не может получать и зарплату соответствующего уровня, и по формальным причинам не может у нас просто работать. Потому что все образовательные стандарты по всем направлениям, они предъявляют и эти требования. Соответственно, нужно с этим перспективным специалистом начинать совместную работу, потому что он как можно быстрее защитился. Ну, то есть, это вот на эти деньги и в будущем смогут претендовать кафедры, или это какой-то одноразовый? Нет, я напоминаю, что дополнительное финансирование программ развития опорных университетов запланировано на три года в течение трех лет. Разные опорные университеты будут получать разные суммы. Большинство будет получать по 100 миллионов рублей, а так как наша программа ВИАДГУ объединенного университета была признана одной из лучших, мы будем получать в числе еще двух других вузов по стране 150 миллионов рублей. Мелочи приятны, правда? Валентин Николаевич, от студентов от Ваших поступила пара вопросов. Лилия спрашивает, скажите, пожалуйста, будет ли решаться вопрос о заключении трехстороннего соглашения на выдачу образовательного кредита, в частности, в ПАО Сбербанк? Да. Почему подник этот вопрос, сразу хочу сказать нашим слушателям. Традиционно в течение последних пяти лет университет успешно попадал в список вузов, которые имели право заключить со Сбербанком соглашение о предоставлении льготных кредитов малопроцентных, там, три или пять процентов было всего лишь образовательные кредиты для студентов. В этом году из-за реорганизации мы в тот момент, когда эти списки формировались в министерстве, были еще, там, не проходили по формальным причинам, у нас не были переоформлены все необходимые документы. Ну, просто так попало именно в этот момент. Поэтому в этом году мы не попали в этот список, но работа очень активно ведется, и сейчас с Министерством образования и науки мы ведем переговоры, как сделать, чтобы либо, там, в следующем году точно мы снова будем в этом списке, но мы постараемся, чтобы в этом году, пусть не с первого сентября, но, там, с осенью или зимой, мы все равно были участниками этой программы и могли для своих студентов эту услугу оказывать. Притом, хочу сразу сказать, что опыт прошлых лет говорит, что считанные единицы пользовались этим кредитом. За рубежом образовательные кредиты, где очень дорогое образование практикуется очень сильно, очень активно и массово за границей, там, в Штатах, в Европе, студенты, которые учатся в высших учебных заведениях, берут большие кредиты на образовательные, оплачивают обучение, используют эти деньги, чтобы пережить этот период, но зато потом долгие годы, если не десятилетия, выплачивают эти кредиты. Ну, непростая задача. У нас население с опаской пока еще относится к этому делу, и все-таки наше социальное государство нужно отдать должное, дает возможность, если ты обладаешь хорошими качествами, знаниями, учиться бесплатно на бюджетном месте, еще и получать стипендии различные виды, поддержки, льготы и так далее. Поэтому образовательные кредиты не часто используются. Вопрос от Игоря. Почему в политехе факультет называется факультет строительства архитектуры, когда архитектуры в нем не учат от слова совсем, ни рисунка, ни архитектурной графики, ни скульптуры, ну и так далее. В общем, вопрос понятен. Да, хочу сказать, что я слышал эту претензию, может быть, от этого же Игоря Таинственного несколько лет назад на дне открытых дверей, почему у вас называется факультет строительства и архитектуры, если архитектуры не было. Но сейчас я могу точно сказать, что эта информация устарела, и мы, во-первых, открыли у себя в прошлом году направление архитектуры, и сейчас эта программа очень активно развивается. отдельное какое-то направление? в дополнительных строительствах. Отдельно хочу еще сказать, что тема архитектуры, она просто исторически в политехе не развивалась. В силу того, чтобы реализовывать архитектуру, кроме строительства, гражданского строительства, где там изучают технологию, с элементами архитектуры все равно это было. Но чистой архитектуры не было, в том числе потому, что в городе недостаточное количество соответствующих специалистов, соответствующего уровня, которые бы хотели и готовы были работать в университете. Потому что архитекторы такая профессия эксклюзивная, и если есть специалист, который обладает в городе этими компетенциями, он пользуется очень большим спросом, он получает очень хорошую зарплату, и заманить его, грубо говоря, работать в университет, на университетские зарплаты, непросто. Как правило, эти люди очень очень востребованы на рынке. Поэтому здесь еще отдельный вопрос, что мы не форсировали эту тему, пока не понимали, а кто у нас будет этим вопросом подготовки еще и заниматься. То есть сейчас специалисты должны быть за несколько лет факультет провел определенную работу среди своих выпускников, среди своих преподавателей, они могли сформировать соответствующий коллектив. И там очень молодые и интересные преподаватели, которые, я уверен, еще создадут имя для нашего университета и в этой вот раз. На этом, к сожалению, сегодня вынуждены заканчивать. Много чего не успели обсудить, поэтому до следующей встречи. приглашайте, буду приходить рассказывать. Со слушателями я не прощаюсь, познакомлю вас еще с новостями. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok